привет всем сегодня я расскажу вам как я укореняю черенки холи об этом меня тоже многие спрашивают в чем как и зачем и почему я отрезала немного их на примере показать то что мне много уже ставить никуда значит сначала вот я промыла кокос который я показывала видео вот чистенький влажненький сейчас когда я посажу не нужно будет поливать потому что он влажный видели бы вы сколько грязи сколько там всего после промывки обязательно его мой тщательно берем стопочку насыпаем кокос сегодня такой день удачный пошла платить за свет вместе с мужем давай-ка зайдем в магазин специализируем магазин у нас есть и продает вам зашли о счастье там такие скидки и я купила себе две лампы и сделали мы одну мини тепличку я вам позже покажу вот так вот прям свожу приминаю эту ничем я не закрепляю все вот она твердо сидит наверное многие узнали это дисхидия авата видите на солнышке листики красивые краснеет очень люблю это дисхидии да мне вообще все нравятся никаких премудрости ничего просто главное чистый кокос если у вас он остается и засыхает прям сухой делается вы его тоже пролейте накануне немножко чтобы на следующий день сажать не в сухой также делаем углубление это у нас sunrise сейчас солнце тоже на кусту листья начали краснеть загорать у нас так холодно сегодня мы вышли градусов 25 такой хирус вот это весна ужас макрофилла байбол времена еще раз повторяю если вы приготовили кокос только вот перепал перед посадкой поливать не надо вы мне здесь вопросы задавали потому что после каждого видео кучу в личку пишите и просто я трачу больше времени я могла бы здесь многое рассказать но не хотите уговаривайте никого не буду или не рептоза и вот одну не хоть и не надо было срезать но я отрезала иногда получается так что вот с одним вот с одним листом черенок да еще и плотный тяжеловатые бывают что мы делаем продаются вот такие скрепочки я беру цветные не металлические они внутри металлические а сверху сверху они вот такие вот вот не муж их выпрямляет и вот такие зажимы я делаю сейчас покажу прорезиненные из чего это пластик сверху что металлические будут окисляться очень удобно когда вот садите либо большой черенок тяжелый или вот с одним листом вот такой я покупала как я до смола генсис но как я поняла что это не он это просто макрофилы растет очень быстро мне нравится она так уплотняем просто вот так вот они могут выскакивать с таким вот одним листом и вот так вот зажимаем придавливаем прям вот так все никуда она него не убежит у нас будет расти вот и все секреты как я укореняю черенки холи вот купила вот такой контейнер они продаются у нас без крышек и вот такую лампу все в сборе обошлась она мне всего сто семьдесят восемь рублей вытащим вытащим сейчас мы сюда составим все вот вот ну что многих уже это есть но вопросы ко мне идут я отвечаю заставим я потом доставлю еще там своими которые посажены недавно недавно не с красным и синим эти лампы я не стала покупать мне нравится как они растут подсветодиодными заметила что стриптокарпусы зацвели вперед под простой светодиодной лампой а под фитолампой стоят ждут чего-то ну вот много сюда войдет контейнеры эти недорогие девяносто девять рублей в принципе парочку можем ну вот так вот все это буду я здесь заставлю потом поставим лампу вот замечательная думаю им там будет крышки плохо что нет вот именно для нее ну вот такую сделала чтобы не дай бог мои котики туда не запрыгнули вот так такой вот домик у нас всем удачного дня всего доброго пока 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 не